Я Руслан Татунашвили и рекомендую от души всем слушать программу Мегаполис FM Программа называется Силиконовая Дали на 89,5 FM Круто, спасибо Партнер сегодняшнего выпуска Да, короче, это не партнер, это на самом деле друг Друг зовут Света Тарасова Вообще, Света такой человек Вот есть консультанты, которые сами ничего в жизни не сделали При этом консультируют людей по каким-то вопросам Так вот, у Светы с братом есть довольно сильный бизнес Называется базеум.ру, да, это конструктор сайта Конструктор лейдплейнингов, да Но речь не об этом, речь о том, что Света сейчас занимается отдельным направлением Она встречается с человеком, условно она это делала со мной И за 4 часа с помощью, не знаю, миллионов вопросов Миллионов наводящих вопросов, если ты не отвечаешь, она задает другой вопрос Она вытаскивает из себя фактически цель твоей жизни Вот, есть всякие цели на уровне заграни жизни, сформулированы в одном слове Допустим, я всегда считал, что это слово доверие Но вот когда приехала Света, мы 4 часа общались И я вытащил у нее смысл вообще моей жизни Мне нравится фактически результат этой работы со Светой Мне нравится создавать предложения, от которых людям не могут отказаться И причем нравится создавать эти предложения для продуктов, которые радуют людей Вот, соответственно, если вы хотите обрести какое-то, не то чтобы направление в жизни А именно конкретную цель в жизни, написанную в одну строку, не знаю, 45 символов В один практически call to action То вы можете писать Свете С кем-то консультация занимает, не знаю, час С кем-то, как она говорит, занимает, может, 8 часов, пока не доведется до конца Вот Ну, обычно это занимает, как бы, день, да Весь надо будет, или может, даже 2 дня выключить Поэтому Вы пишите Светочке Контакты Светы Тарасовой будут, соответственно, под видео ВКонтакте Вот Вы пишите, и предложение от нее такое, что она абсолютно бесплатно В скайпе или при личной встрече на кофе может с вами пообщаться 10 минут На тему вашей цели абсолютно бесплатно Ну, а дальше сами вы решите, надо вам это или нет Возможно, даже эти 10 минут вам уже чем-то помогут Ну, в любом случае, вы ничего не теряете Все, пишите Светочке, и дальше смотрим ролик Ты... Раз, раз, раз Да Зато же микрофон попробуй, чтобы у тебя посередине был поролончик вот этот вот на микрофоне Раз Вот поближе к... Слушай, Атон, можешь поправить? А вы рекомендуете опираться на спинку или нет? Да не обязательно Вообще, надо говорить прям в микрофон Прям вот сюда близко Хорошо было слышно Попробуй сейчас, скажи, на МОЗе скажет Хорошо или нет Да, вот так Раз, два, три, раз, два, три Гости, нормально слышно? Хорошо Три, два, один Добрый день, друзья В эфире программа Силиконовая и далее Которая выходит 30 декабря В самый предновогодний сезон В гостях у нас очень интересный человек Антон немножко расскажет о нем Друзья, пока вы все стоите в знаменитых предновогодних московских пробках Предлагаем не терять времени дармо Провести его с пользой Расслабиться и послушать Потому что сегодня у нас действительно очень интересный гость Бизнесмен, предприниматель Руслан Татунашвили Создатель сервиса Callback Hunter Популярный видеоблогер Человек, который создал целую нишу своим сервисом Руслан, привет! Всем привет от души большой Хотел бы также добавить, что Руслан постоянно ведет интересные конференции, мастер-классы И учит предпринимателей о том, как стать успешным Что у вас такого крутого, что о вас все заговорили? У Google был проект где-то 3 года назад Вообще у нас очень классическая история Которая соответствует названию вашей программы Мы реально из деревни Вот шансов мало было излишимо из-под применения Вот и выросли мы в подвале В бизнес-центре W Plaza Вот это была 14-я попытка сделать онлайн-бизнес Действительно масштабируемый Ну и клиент попросил просто на сайте сделать такую штучку То есть не мы ее придумали, а азбука жилья Такая компания московская Вот и после этого у нас за один год, где-то 8 месяцев оборот За 200 миллионов рублей Полностью отсутствие инвестиций Скопировали больше 200 раз Это абсолютно оригинальная бизнес-модель в мире Которая сейчас идет по миру 67 с половиной тысяч компаний по всему миру И в день плюс 300 подключаются Ничего себе! И вы продолжаете расти, тем не менее? Да, да Ну вот это как раз собственный вопрос Следующий вопрос, который я хотел обсудить Как вы вообще боретесь с клонами, с конкуренцией? Ведь вас скопировали, вот ты говоришь уже Ну у нас такой подход, что даже если кто-то нас копирует В любом случае это талантливые ребята И если ты хочешь как-то побороться с конкуренцией Тебе нужно его возглавить Окей, если кто-то копирует колбек-хантер Мы сделали франшизу колбек-хантер и сказали Окей, у нас есть 28% чистой прибыли Бери франшизу, нанимай своих людей И ты получаешь чистую нашу маржу То есть все, ты берешь свой колбек-хантер И фактически его открываешь за 57 тысяч рублей франшизы И поехал Руслан, расскажи все-таки Ну вот что надо для того, чтобы создать свой собственный успешный проект? Как быстро стартануть? Нужны ли деньги? Расскажи свою историю успеха Ну мой совет такой, что самое главное Это не делать лишние движения То есть успех это скорее отсечение, чем добавление Скорее фокусировка Все, что тебе нужно для бизнеса Это конечно иметь цель И второе, это иметь продукт и трафик Продукт имеет себестоимость Трафик имеет себестоимость У тебя есть варианты Либо ты их покупаешь Либо ты их получаешь бесплатно Но чтобы научиться нетворкингу Надо не книги какие-то ферраты читать А нужно почитать Далай-Ламу Как быть сострадательным И полюбить всех существ людей на земле Просто подходишь к человеку, спрашиваешь Какая у тебя цель? Человек говорит тебе цель Ты говоришь, окей, как я тебе могу им помочь? Вы примерно за 10 минут понимаете Как вы можете помочь друг другу Ты ему помогаешь и забываешь об этом Через 2 месяца человек такой животным Так устроен Он сам тебе позвонит и спросит Руслан, слушай, я чувствую благодарность Как я тебе могу помочь? Ну я ему скажу Ну помоги там, не знаю По базе нас твоей разошли Если хочешь Мы твоим подписчикам еще там Дадим какие-то бонусы Руслан, а какая цель у твоей компании И у тебя лично вообще Если мы говорим о том, что цель это первичная Да Цель у нашей компании Чтобы любой человек смог дозвониться В любую компанию мира За одну секунду Сейчас мы с помощью WhatsApp и Telegram Это начинаем делать Сервис будет абсолютно бесплатный для всех Связь будет бесплатная Вот И наша глобальная мечта Изменить систему ранжирования в Яндексе Чтобы сверху были те сайты Не которые имеют больше всего денег на директы SEO А те, которые имеют самый высший рейтинг По общению с клиентами Это глобальная цель Моя цель Скажем Это радовать людей У этой профессии очень много аудитории Это 8 миллиардов человек на земле Поэтому мне нравится радовать людей Создавать продукты, которые вызывают радость И мне нравится создавать предложения, от которых люди не могут отказаться Я вообще исповедую эту философию Что если ты делаешь предложение, от которого человек может отказаться Оно неправильное Интересная идея Интересная идея Но я хочу заметить, что Руслан пользуется Как он сам упомянул Методом бесплатного пиара и рекламы О том, как это делать бесплатно И как создать свой собственный бренд Мы поговорим в следующем блоке У нас есть еще один вопрос от Антона Из Москвы, Антон, пожалуйста Спасибо, Владимир Руслан, вопрос такой В вашей коммуникации, в вашей компании очень много тебя То есть, можно сказать, что это твой личный бренд Канал на ютубе называется твоим именем Видео, все ведешь ты Можешь рассказать про то, что это дает Почему именно так? Почему вы выбрали такую модель? Ну, во-первых, это дает очень много рисков Потому что если что-то компания, как с Полонским, говорит Если что-то компания сделала не так, мстите лично мне Поэтому мстят лично мне Любой человек знает, что если он платил в Call Backhander 200 тысяч Если техподдержка не отвечает, он может мне или позвонительно написать личку И я там дальше уже как-то поправлю ситуацию То есть, в этом плане нагрузка информационная На мои лички везде, на аккаунт идет довольно большая Но и когда ты сможешь так с человека спросить, тебе появляется доверие А когда появляется доверие, растет средний чек и все что угодно То есть, прежде всего, необходимо быть честным О честности в бизнесе мы поговорим в следующем блоке Вы слушаете программу Силиконовые Дали Наш официальный хэштег Силиконовые Дали И сайт программы Силиконовые.ру Не переключайтесь Ну, основная идея в том, что ты по-любому Если ты хочешь роста, ты должен связать себя и компанию Потому что анонимность всегда пугает Ну, а если ты решишь уехать куда-то И тебя не будет в этом бизнесе Он останется на плаву? Ну, конечно Ну, грубо говоря, я уже два месяца вообще в офисе не появляюсь Но, тем не менее, все равно записываешь, работаешь На связи со всеми и так далее Так, что у нас следующее? У нас следующий блок называется «Бизнес 21 века» Что двигает? Какие идеи будут двигать бизнес вперед в ближайшем будущем? Давай я в целом скажу про YouTube, про Перископ Что все-таки это нежели, скорее всего, канала донесения информации Чем какой-то секрет успеха И что, будут просто каналы меняться? Нет, я про то что, если тебе есть что сказать Как в уличном разговоре Ты будешь прав и у тебя все нормально будет с продвижением Если тебе нечего сказать, да хоть какие каналы ты используешь Это бессмысленно Никто не будет Да, абсолютно То есть, да, видишь популярно не потому, что он на YouTube раньше А потому что есть контент Потому что круто делает Но тем не менее, эти же современные средства дают инструмент для того, чтобы быстро Ну да, и самый первый инструмент, если тебя нигде нет, это, конечно, Перископ Потому что относительная монополия Контента пока мало, аудитории очень много Я вчера, кстати, делал тест Знаешь, просто делали трансляцию, например, собеседование в прямом эфире с человеком Вчера приходил ко мне на работу человек наниматься Знаешь, там пять человек А тему пишешь Голая школьница танцует Как бы, знаешь, сразу четыреста Или будет пятьсот человек, сделает верх У тебя будет пять тысяч Ну, бой с блогерами он добрал Допустим, Симонов по телеке 13 тысяч в онлайне Да? Удивительно, да А я был еще свидетелем, когда остановку взорвали И просто был рядом в кафе И тоже в Перископе Оказывал четыре тысячи Вот это сразу покров Да У меня сразу позвонил Live News Уже не Уже не надо газель с телеспутником Ты в СМИ Ты решаешь, реально Ты решаешь, нажать репост или нет Фактически ты медиа-судья У нас каждый человек Это медиа-агентство превратился Весь этот рынок, вот прежний Он сейчас начнет так рушиться, мне кажется Давайте ты это сейчас расскажешь Да, про персональные тренды, про персональные СМИ Я спрошу просто Я скажу, что наша программа про идеи, которые меняют мир И как ты считаешь, как современные технологии меняют жизнь вокруг нас И ты вот это скажешь, потому что это очень классно Ну, вот в своей вот этой манере Такой вот неформальный, прикольный Ладно, это не манера, это Руслана есть Ладно, я бы эту манеру Руслану говорить Так, ну мы готовы Я вернусь уже Руслан, ну как ты думаешь, вот благодаря современным технологиям Этим вот средствам донесения каналов умрут ли традиционные медиа? Ну, скажем, книги все равно продолжают читать Нам когда-то DVD предрекало о крахке на театрах Я думаю, все это останется Просто доли существенные меняются Доля интернета сейчас относительно первых каналов Да, то есть именно в бюджетах Это, ну, вообще-то страшно, на самом деле, с точки зрения канала Вот, и еще один тренд, я бы такой отметил Что, если раньше было круто сказать, что маркетинг – это статья затрат Сейчас круто сказать, что маркетинг – это статья инвестиций А у нас сейчас модно в Callback Hunter говорит, что маркетинг – это статья нулевая, фактически нет затрат Так Callback Hunter я уволил отдел маркетинга И у нас маркетинг стал зарабатывать 300 тысяч чистыми в месяц Чистыми в карман основателей компании Отдел маркетинга, который уволен То есть, хочешь сказать, что вы не тратите ни на какие… Ну, практически не тратите на платные… Мы зарабатываем 300 тысяч на маркетинге в Callback Hunter Он сам приносит одни, Callback Hunter умрет, маркетинг – Callback Hunter плюс 300 в месяц Вот эта идея, которую я хочу донести всем Маркетинг – это не статья затраты, это статья доходов Короче, парни, вы расскажите, чем занимаетесь вообще в жизни? Просто это для моих подписчиков, я же live снимаю Ну что, у нас три бизнеса Как минимум Как минимум три бизнеса Первое – это Digital Studio, которая делает продакшн и продвижение для клиентов Digital 360 Второй бизнес у меня – это Gifts Pro Это сувенирная компания, которая занимается B2B-сувениркой Ну, и у меня есть еще одна история Мы делали проект Яхтенный проект Sales Up Sales Паруса Прикольно Да, вот, собственно, с поддержкой Megapolis FM, на котором мы сейчас находимся Делали мы этот проект Но сейчас перестали его делать временно Делаем такой некий пивот То есть, думаем, в коем-нибудь районе дальше двигаться Это будут то ли корпоративные туристические мероприятия Но вообще есть крутая идея сделать яхтенный marketplace Типа Uber, типа Airbnb Вот такая А у меня новая тема, которой я полгода занимаюсь Называется она «Brandship» Мы приходим к большим брендам, например, радиостанции Уровня русской медиагруппы, например, большие И предлагаем им сделать e-commerce проект Говорим, ребят, это на стыке сувенирки и digital Говорим, ребят, мы за свой счет открываем вам сайт Магазин на вашем сайте с сувениркой Сами производим эту сувенирку Вы просто ведете туда трафик Потому что у вас трафик есть в эфире, на сайте, баннерная реклама, соцсети и так далее Мы за свой счет все это делаем и им платим royalty Вот эта история для него Я понял, если вот по этой теме, по digital-агентству, по sales Или вот Или кто-то, допустим, хочет из наших друзей нормальных Прийти вот к вам на передачу Грубо говоря, скажи, кому писать прям У нас есть страничка «Силиконовые дали» на Facebook Просто можно туда зайти Нажать кнопку «Отправить сообщение» Мы, собственно говоря, приедем Либо «silikonowy.ru» сайт А просто скажи имя фамилию, Антон Антон Сазонов Антон Сазонов Владимир Смеркис Вот, ну вы им пишите, вконтакте их нет, пока мы их еще не завели На Facebook пишите, друзья, добавляйте тогда Ссылки будут на Антона и Владимира под вот этим видео прямо здесь